История завода «Мосмек» началась в 1971 году. Завод был возвезен по решению Моссовета и ориентирован на производство алюминиевых конструкций для гражданского и промышленного строительства. Наверное, ни одно другое открытие выставки в сквере «Юность» не собирало столько людей. Завода «Мосметаллоконструкция» или сокращенно «Мосмек» сейчас уже не существует, но для людей, отдавшим работе на предприятии всю жизнь, это еще и повод встретиться и вспомнить молодость. Завода уже нет 10 лет, к сожалению, к нашему общему, но люди остались. И когда мы увидели лица людей, глаза людей, что они вдруг захотели еще что-то, чтобы о них кто-то вспомнил, что кто-то о них что-то сказал, ну вот с этого, собственно говоря, вот этот был толчок такой. На территории Ленинского округа работает немало предприятий, на которых существуют крепкие трудовые традиции, и многие из них были заложены теми, кто работал на «Мосмеке». Я думаю, что мы эту историю с вами продолжим, потому что, как сказал Михаил Васильевич Ломоносов, народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего, поэтому нам память нужно сохранять и передавать будущему поколению. Более ста фотографий рассказывают о становлении предприятия и его трудовых подвигах. Чтобы понять профессиональный уровень работников завода, достаточно сказать, что здесь выпускались металлоконструкции для объектов Олимпиады-80, спортивного комплекса «Олимпийский», гостиницы «Измайлова», грибного канала в Крылатском и многих других. Прессовый здесь цех. Вот это наша Аида, которая штамповала нам потолочки подвесные. И здесь у нас вот девочки, линии цинкования, вон там вижу гальванический цех. Сергей Михайлович Старостин отдал работе на Мосмеке почти 40 лет. Для него и многих, кто сегодня пришел в сквер-юность, эта выставка – настоящее путешествие в прошлое. Я его строил, я год работал на стройке, еще не было завода, полы заливал, фундаменты заливал, 193. Потом токарем работал, потом мастером, начальником участка. Ну, кем только не было, от нас, я могу сказать, все довольны. Те внуки встретились, не видели, кто 20 лет друг другу, кто 15. Конечно, это все приятно. Выставка из истории алюминиевого завода в Видновском сквере «Юность» будет работать до конца февраля. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова